Приветствую вас на первом уроке. Сегодня мы с вами узнаем, что же такое позитивное мышление, из чего состоит это понятие, как эти составляющие между собой взаимосвязаны и что нам нужно сделать для того, чтобы этот механизм начал работать на нас и мы получали именно те результаты, которые мы хотим. Зачем нам нужно знать терминологию, разбираться в этом, находить какие-то источники? Ну смотрите, когда мы ищем какую-то информацию, то мы уже заранее понимаем, мы с ней согласны или мы с ней не согласны, она нам интересна или неинтересна, потому что если информация нам интересна и откликается у нас, она станет нашим помощником и станет нашей хорошей опорой в том, чтобы идти по заданной, намеченной цели. Но если мы с информацией не согласны, она становится нашим оппонентом. Вот что касается психологии, да, мы все с вами знаем, что она занимается изучением психики, как она формируется, как она развивается. И вот давайте условно разделим ученых на таких два лагеря. Первый лагерь у нас занимается изучением психики в плане нормы и отклонений, то есть это диагностика заболеваний, это коррекция лечения, это какие-то мероприятия, необходимые для того, чтобы люди смогли адаптироваться к нормальной жизни и спокойно существовать в социуме, адаптироваться, пользоваться теми же ресурсами, находить контакт. Второй лагерь ученых, который занимается именно нормой и показателями каких-то высоких результатов, то есть это какая-то успешность, какие-то достижения, какие-то вот такие интересные вещи, на которые мы смотрим, хотим равняться и делать так же, тоже получать какие-то очень-таки вау-результаты хорошие. Что касается позитивной психологии, то изначально, когда только ученые изучали эту сферу, были просто одни исследования и теория. И вот этот второй лагерь ученых во главе с Мартином Селигманом как раз и проводил исследования, и уже вот эти исследования и результаты этих трудов стали современной научной базой, на которую опираются в последующем и другие ученые, ставя какие-то новые задачи и новые горизонты исследований. Если мы говорим о термине позитивное мышление, то смотрите, мышление это всего лишь одна из высших психических функций, то есть нельзя взять что-то одно из механизма, начать этим пользоваться и получать какие-то результаты. К сожалению, это так не работает. И вот большинство людей просто не знают, что там есть что-то еще, этими составляющими нужно пользоваться. Вот смотрите, мышление само по себе это наш мыслительный процесс, у нас еще есть эмоции, которые вызывают чувства, эти чувства вызывают у нас определенные состояния, и вот эти состояния сказываются на нашем мыслительном процессе, который приводит к определенным действиям. Давайте разберем термин позитивное мышление. Само по себе мышление это лишь одна из высших психических функций, но если мы рассматриваем именно позитивный ключ какого-то восприятия, да, для того, чтобы нам как-то посмотреть на ситуацию, как-то отреагировать, нам нужно иметь в виду вот такой механизм. Сначала у нас возникают эмоции. Эти эмоции вызывают определенные чувства. Эти чувства могут сказываться на мыслительном процессе и потом приводить к каким-то действиям. То есть смотрите, как минимум вот в этом механизме есть три составляющих. Это чувство, это мышление и это действие. Вот некоторые люди просто, беря за основу, скажем так, просто одно мышление, как-то позитивно себе говоря какие-то вещи, совершенно не придают значения тому, как мы в этот момент себя ощущаем. Или как мы потом себя ведем, что мы потом делаем. Вроде бы мысль, да, была позитивной, вроде бы слова были добрые и хорошие, да, там наставления какие-то. Но на действиях это никак не сказалось. А человек при этом дико стрессует и ощущает себя очень некомфортно. Но будет ли она тогда позитивно? Навряд ли. Давайте разберем конкретный пример, чтобы как раз уловить вот эту взаимосвязь. Пример с резюме. Вот смотрите, вам очень нравится какая-то должность, вы хотите устроиться в определенную компанию. Вы заставляете резюме и отправляете его в компанию, но получаете отказ. Какие мысли возникают в этот момент? Ну и ладно, я попробую еще раз. Вы подаете резюме в другую компанию похожую, но снова получаете отказ. Что вы ощущаете в это время? То есть, ну, наверное, как-то стало некомфортно. Как это скажется на действиях? Ну, вы, конечно, попробуйте еще раз, просто это будет уже не столько решительно. Тем не менее, когда вы подаете резюме снова и снова получаете отказ, вот здесь вот уже можете отследить такое чувство, как, ну, небольшой такой обиды или какого-то разочарования или какой-то вот неуверенности, да. Как это скажется на ваших действиях, ну, если вы в следующий раз планируете подавать резюме, да, вы будете неувереннее, вы будете ощущать, что что-то вы где-то не досмотрели, что-то где-то не доделали. Улавливаете, да, нить? Вот как же сделать так, чтобы вот этот механизм мыслей, чувств и действий работал слаженно и приносил вам нужные вам результаты? Давайте вспомним с вами всеми известный пример со стаканом воды. Вот есть стакан воды, и оптимисты говорят, что стакан наполовину полон, а пессимисты говорят, что стакан наполовину пуст. Но наше восприятие не ограничивается же только двумя точками зрения. Вполне возможно сюда вставить такую позицию реалиста, который скажет, что в стакане точно есть вода. Угу, улавливаете. О чем это? Вот я предлагаю вам посмотреть на позитивное мышление именно позиции того, что мы рассматриваем конкретные факты. Вот есть факты, и есть то, что мы с ними можем сделать. Есть те факты, которые мы можем пустить на благо себе, использовать как ресурсы. А есть те факты, которые нам просто не нужны, и мы просто не будем брать их во внимание. Вот смотрите, Олд Дисней, это кинорежиссер, мультиэппликатор, разработал такую стратегию трех позиций. Она называется критик, мечтатель и реалист. Вот она как раз и учитывает необходимые факты для того, чтобы вам оценить ту или иную ситуацию более полноценно. Найти какие-то дополнительные возможности, которые вы не учли. И вот вернемся к тому же примеру с резюме. Вот эту же самую ситуацию, когда вы получили отказ, пусть даже не первый, пусть второй, третий раз, можно рассмотреть как раз с трех сторон вот этой стратегии. Какая будет позиция у критика? Вероятно, в резюме мною были как-то некорректно соотнесены мои возможности с той желаемой должностью. Возможно, у меня не хватило каких-то компетенций или опыта. Возможно, не были раскрыты в резюме именно мои персональные черты характера, которые как раз-таки нужны в этой работе и были бы интересны моему будущему работодателю. В позиции мечтателя это будет выглядеть примерно так. Возможно, я поищу вакансии наподобие, либо попробую себя в какой-то другой сфере, которая когда-то мне была интересна или которую когда-то я очень хотела бы попробовать. И с позиции реалиста резюме нужно отредактировать, расширить свой опыт. Если такой возможности нет, значит, стоит прописать себе план действий, чтобы посетить какие-то тренинги, пройти какое-то повышение квалификации, посмотреть резюме своих коллег или своих конкурентов, посмотреть, что они раскрывают, что мне стоит добавить. Возможно, изучить о вакансии какие-то необходимые данные, чтобы знать, в каком виде преподнести нужную информацию. Вот после такого рассмотрения ситуации, как у вас сейчас ощущения, чувствуете, что вы становитесь больше уверенными. Почему? Потому что в данном контексте с таких позиций мы рассмотрели конкретные факты. А если мы имеем факты, это может означать только одно. Мы уже знаем, какие действия нам нужно предпринимать для того, чтобы добиться желаемого результата. Или, если сейчас у нас не стоит необходимости именно сделать выбор в пользу этих действий, мы можем дать себе паузу и просто понять, что это время мы занимаемся тем, что на самом деле разбираемся, что же мы действительно хотим. Если это не работа, значит, это какая-то другая сфера. Если это не эта специальность, значит, какая-то другая специальность. На этом уроке мы с вами разобрали, откуда появилось понятие позитивное мышление, из чего оно состоит, как эти составляющие между собой связаны и что нужно сделать для того, чтобы они начали работать на вас и приносить вам именно те результаты, которых вы хотите добиться. Переходите к выполнению задания и практикуйте свои навыки. До встречи на следующем уроке.